Оказывается, плавать под водой не такая простая задача. Специальные одежды, ласты, маска, даже трубка, через которую еще нужно научиться дышать. Однако только здесь, находясь на глубине под водой, по-настоящему ощущаешь жизненную необходимость такого важного природного ресурса, как воздух. А его незаменимости как для обычного человека, так и для крупного предприятия и пойдет сегодня речь. Воздух В химической промышленности воздух используется в больших количествах и для самых разных целей. Каких именно, нам предстоит сегодня выяснить. И начнем, пожалуй, с самого главного – с производственной площадки. На нашем предприятии воздух применяется практически в каждом подразделении от серно-кислотного производства до выпуска минеральных удобрений. Технологическое применение воздуха обусловлено его химическим составом. В процессах чаще всего используется кислород. Интересные факты. Немногие знают, но в воздушном потоке содержится лишь около 21% жизненно важного для нас кислорода. В основном воздух состоит из азота на 78%. Остальные сотые доли приходятся на инертные газы и диоксид углерода. В течение минуты наши легкие перерабатывают 4,5 литра воздуха. Всего же за день взрослый человек совершает около 22 тысяч вдохов и выдохов, поглощая в среднем 20 кг кислорода. Если представить себе, что Земля – это яблоко, то количество кислорода, необходимого всему живому на планете, это лишь тонкая яблочная кожица. Не так уж и много, не правда ли? Как позаботиться об этой необходимой для всех нас оболочке? Ответ на этот вопрос знают на химкомбинате. Здесь объем употребляемого ресурса находится под строгим контролем. Чтобы убедиться в этом, а также узнать, как воздух применяют в производственных процессах, мы отправляемся на небольшую экскурсию. Но давайте для начала вспомним обычный урок химии для старших классов. Мы рассматриваем кислород как химический элемент и кислород как простое вещество. Латинское название кислорода – оксигениум. Гениум, рождающий оксиокисление. Но он необходим для любого химического производства. Практически для любой реакции, которая осуществляется на химкомбинате. Самый такой действенный опыт – это показать взаимодействие кислорода с серой, горением с серой. Мы серу поджигаем, она горит слабым, так и голубеньким пламенем. Справка. Горение – это быстрый процесс окисления вещества, сопровождающийся выделением большого количества тепла и света. Поясним, что окислением называется реакция соединения любого вещества с кислородом. Поэтому О2 и называют окислителем. При производстве минеральных удобрений необходима серная кислота. В серно-кислотном производстве кислород используют как раз в качестве окислителя при сжигании серы в серной печи. Без кислорода процесс горения был бы просто невозможен. Причем для получения серной кислоты кислород используется дважды. Полученное в итоге вещество – триоксид серы – при взаимодействии с водой и дает конечный продукт – серную кислоту. Сама формула серной кислоты H2SO4 говорит о наличии в ней кислорода. Серной кислотный цех не может существовать без воздуха. Воздух для нас – это сырье. На системе СК-48 установлены мощные фильтры, которые поглощают все вредные вещества. И плюс мы еще используем самые передовые катализаторы для того, чтобы перевести все окислы серы и поглотить их потом в виде серной кислоты. И могу сказать для сравнения, что предельно допустимые выбросы по диоксиду серы у нас на уровне европейских. Это иногда даже и ниже. Территория химкомбината огромна. И чтобы быстро перемещаться между цехами, удобно использовать велосипед. Мне кажется, моему железному коню пришло время подкачать колеса. Между прочим, роль вот такого насоса, но только в масштабах всего предприятия, на химкомбинате выполняет компрессорная станция. Центральная компрессорная станция предприятия обеспечивает практически все цеха сжатым воздухом. В час машина закачивает его порядка 60 тысяч кубометров. Перед непосредственным применением воздуха в производственных процессах он проходит специальную подготовку. Сначала его сжимают в центробежных компрессорах и уже потом сушат и очищают. На нашем предприятии сжатый воздух широко используется в производственных процессах. Для перемешивания жидкости, продувки труб в котельных, быстро эффективной очистки оборудования от загрязнений и пыли. Кроме того, он необходим для средств контрольно-измерительных приборов и автоматики. Дифманометр, например, фиксирует разность давлений. С его помощью можно измерить расход сжатого воздуха. Контролировать объемы воздушного ресурса – важная и неизменная часть работы любого производства. Ведь несмотря на то, что воздух окружает нас всюду, нельзя использовать его в неограниченных количествах. Интересные факты. Рекордсменом среди деревьев, выделяющих в атмосферу наибольшее количество кислорода, является тополь – 35 тонн на 1 гектар. Высокую производительность отмечают также у дуба, лиственницы, сосны и ели. Кислорода, который выделяет одно взрослое дерево за сутки, хватит для дыхания трех человек в течение этого времени. При этом один автомобиль за два часа работы сжигает столько кислорода, сколько один тополь синтезирует за два года. Основным потребителем технологического воздуха с компрессорной станции на нашем предприятии является цех ФК-3. Здесь его используют для транспортировки апатитового концентрата на производство с помощью пневмокамерных насосов, которые на сегодняшний день являются самым современным оборудованием для пневмотранспорта. Справка. Пневмотранспорт – это специальное устройство, которое под воздействием силы воздушного потока перемещает сыпучие и гранулированные вещества. Мы много-много положили сил, средств для того, чтобы отработать технологию именно как раз по воздуху. Мы стараемся все время ежегодно уменьшать расходные нормы. Знаем, что это дорогое удовольствие. Действительно, на сжатие воздуха затрачивается значительная часть энергии, и на сегодняшний день он считается одним из самых дорогих природных ресурсов. Но химкомбинату он дорог больше не в финансовом плане. Бережное отношение к нему прослеживается во всех цехах производства. Цех «Амофос-2», выпускающий конечную продукцию минерального удобрения, применяет воздух в фасовочном комплексе для раздувки тары перед засыпкой продукции. А также для работы контрольно-измерительных приборов и автоматики. Для нас важно следить не только за объемом потребления воздуха, но и его качеством, или, проще говоря, каким он возвращается обратно в атмосферу. На химкомбинате экологические показатели воздуха находятся под строгим контролем лаборатории санитарного сектора. Чистый воздух не имеет вкуса, цвета или запаха, поэтому мы привыкли его не замечать и редко задумывались о том, чем мы дышим. Еще сложнее представить, как можно его контролировать, измерить или проверить состав. Но я уверена, здесь нам обязательно помогут. На химкомбинате экологические показатели воздуха контролирует аккредитованная лаборатория. Она производит замеры концентрации примесей газов, попадающих в воздух после производственных процессов. Сегодня вместе со специалистами лаборатории мы отправимся на замеры воздуха и проведем ряд исследований, чтобы узнать больше о том, чем мы дышим. Исследование воздуха начинается со снятия метеопоказателей. На крыше лаборатории установлен специальный прибор, показывающий направление и скорость ветра. Данные передаются на специальный измерительный пульт, регистратор, который находится уже в здании лаборатории. Именно от этих данных зависит, в какую из четырех точек санитарно-защитной зоны предприятия отправятся лаборанты. Сегодняшний день направление ветра юго-западное. С этим направлением точка замеры санитарно-защитной зоны – улица Вокзальная. У каждого производственного объекта должна быть санитарная зона. Она обеспечивает уровень безопасности при эксплуатации промышленной площадки. И воскресенские минеральные удобрения – не исключение. Именно на границе этой зоны специалисты химкомбината проводят мониторинг атмосферного воздуха. Согласно графику санитарного контроля, пробу берут в четырех точках. На улице Вокзальной, улице Куйбышева, улице Кирова, около автобусной остановки Фосфогипс, в районе Неверовского моста. Отбор проб воздуха производится с помощью специальных приборов – аспираторов на сорбционные трубки. Вот таким образом лаборант стоит не менее 20 минут, и это прописано в методике по отбору. Такой забор атмосферного воздуха проводится 5 раз в месяц на каждой из четырех точек санитарно-защитной зоны. Атмосферный воздух мы проверяем на такие показатели, как аммиак, фтористые соединения, диоксид азота и серы. Выбросы, осуществляемые предприятием, значительно ниже предельно допустимой концентрации. В месяц лаборатория проводит около 500 измерений воздушных объектов. Сюда входит и исследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона номер 2 «Лопатинский». Загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны и контроль за выбросами в атмосферу из каждой трубы во всех цехах. Все это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятия и жителей всего нашего города. У каждого города есть своя визитная карточка. Для Воскресенского, пожалуй, это не что иное, как наш химкомбинат. Не случайно в свое время на гербе района была изображена символика предприятия. Действительно, трубы химкомбината хорошо видны за пределами города и еще издалека возвещают о работе крупнейшего предприятия Подмосковья. Завод словно живой организм, живет, дышит, и его бережное отношение к природным ресурсам позволяет говорить о воздухе, как о живой среде. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok